Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Последний раздел псалма начинается с буквы Тав, 169-176 стихи. Заключительный раздел подводит итог всему сказанному выше. Здесь снова можно встретить вопль о помощи, обращение к Господу протянуть руку, надежда на оживление, на вдохновение нового импульса жизни. Однако теперь псалмопевец уже не только изучает слово, но и сам нечто говорит. Его слово, обращенное к Богу, это слово хвалы, благодарности, словословия. Божий закон ведь утешение для него, и суды помогают. Вряд ли выражение «я заблудился, как овца, потерянная, отбившаяся от стада, потерявшая своего пастыря» противоречит сказанному выше в 110 стихе «я не уклонился от повелений твоих». Скорее всего, речь идет о такой смиренной самооценке автора псалма, при которой он признает свою слабость. Несмотря на многократное уверение, что он не забыл, не забывает и не забудет закон, псалмопевец понимает, что он может оступиться, он немощный человек, он всего лишь человек. Хотя он старался делать все, что праведно и справедливо, но на его жизненном пути встречались искушения. И поэтому он со страхом и трепетом помышляет о Божьем суде и просит Господа научить его уставам. Подведем итоги нашим размышлениям о данном псалме. 118-й псалом – это поэтический памятник древней литературы мудрости, в котором мы видим не самовольное бахвальство некого фарисейского праведника своими добродетелями, а трезвую, объективную самооценку сил верующего человека, который постоянно поучается в законе Господнем и молится небесному Отцу, чтобы тот не дал ноге оступиться. Подчиненная числовому принципу структура псалма 22 раздела по 8 строк в соответствии с буквами еврейского алфавита способствует лучшему усвоению, запоминанию истин древней азбуки благочестия. Здесь закон Тора открывает людям Бога не столько как судью, насылающего кары на жителей Египта и Ханаана, сколько как милостивого заступника за верных ему людей. Верующие в Господа просят его о том справедливом суде, который останавливает развитие порока в обществе и приносит великий мир и радость. Псалом свидетельствует о той серьезности, о серьезной намеренности древних воспитателей юношества, которые желали, чтобы молодое поколение предпочитало благочестие и праведность пред Богом, богатству, добытому путем лукавства. Псалом идеализирует закон Божий как абсолютный принцип справедливости. Меняются обстоятельства жизни, но ни одна йота, ни одна черта закона не теряет свои силы, пока он не находит свое окончательное исполнение в лице Иисуса Христа. «Христос на деле исполнил пророчество Исаии. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Последний стих Псалма устанавливает связь не только с более древними поэтическими текстами, где речь идет о Господе как заботливом пастыре, который водит своих овец на злачные пажати, а также к тихим питьевым водам, но и с новым заветом, по которому Иисус, как пастырь добрый, отправляется на поиски одной заблудившейся овцы, чтобы спасти ее и присоединить к Богом хранимому стаду. Благодарю за внимание. В качестве постскриптума скажу, что есть небольшая разница между ветхозаветным и новозаветным представлением о потерянной овце. Все-таки в ветхом завете потерянная овца – это заблудившийся израильтянин. Израильтянин, который чуть оступился, что-то сделал не так, но пребывает во дворах Господних. А в новом завете потерянная овца – это язычник, тот, который вообще Бога не знал, находился где-то на стороне долечия, и, соответственно, его привести в ограду Божию, по идее, гораздо сложнее. Потому что если маленький мальчик, который родился в еврейской семье и всю жизнь воспитывался в традиции, и хотя оступается, но он знает, ему это подкорку вживили, что есть закон Божий, то убедить человека, который вырос в языческом окружении, что нужно отказаться от своих богов и поменять свои религиозные убеждения, гораздо сложнее. В этом отношении, конечно, миссия нового завета гораздо более сложная. Миссия Иисуса Христа, чем миссия ветхого завета, обращенная исключительно к Израилу. Кстати, о этой интересной притче новозаветной, о том, как пастырь добрый отправляется искать заблудшую отцу, и в иконографии христианской появляется такой красивый образ юноши, который на плечо кладет к себе эту овечку и несет ее, чтобы вернуть в ограду. Есть антоним. В частности, если я не ошибаюсь, в завещании 12 патриархов в Межзаветном апокрифе, там есть такая интересная история, связанная с козленком. Прошу прощения, это все-таки талмудическая история. Там есть беседия двух раввинов в Талмуде, там есть интересная такая история. Один мудрец размышляет с другим. Если козленок какой-то прибился к стаду, он ко мне уже пристал от козленок, неужели я его прогоню? И в этом мы видим некую реальность. То есть если боящийся Бога, то есть язычник, обратился в удаизм и уже пришел в храм и спрашивает меня как мудреца, чтобы я его научил мудрости, неужели я должен его отвергать? И вот насколько контрастирует эта реальность с тем, о чем говорит Христос, который оставляет 99 овец, идет на сторону далече, скитается каким-то оврагом, ущельем, чтобы там отыскать, взять на плечи и вернуть овцу к тому стаду, от которого она отбилась. Получается, что и там, и там как бы речь идет о том, чтобы воссоединить домашнее животное с основной частью стада. Но в высказывание мудреца речь идет о том, что это животное само прибилось, я его просто не прогоняю. А в отличие Христа он совершает миссинерский путь куда-то в другие страны для того, чтобы человека, который вообще не знает Бога, его привести в познание истины.